Несколько минут назад СМИ сообщили о том, что Валерий Леонтьев был госпитализирован в московский госпиталь. Несколько дней ему было не важно, а после того, как 72-летний артист почувствовал сильное недомогание, медики приняли решение поместить его под наблюдение. Так, после соболечения Леонтьева доставили в больницу. Сейчас известно, что артист, который постоянно проживает в Штатах, вернулся в Москву, где с головой окунулся в работу. Валерий Яковлевич принимал участие в проекте «Голос 60 плюс» на Первом канале, где выступил в качестве наставника. Во время съемок четвертого сезона проекта для возрастных музыкантов старались соблюдать элементарные меры безопасности. Однако народный артист России все-таки контактировал с большим количеством людей. Поэтому несколько дней назад Леонтьев почувствовал первые признаки недомогания. Тогда он подумал, что простудился, и несколько дней лечился самостоятельно с помощью таблеток. Однако у певца держалась высокая температура, начался сильный кашель. Исполнитель Хита Казанова жаловался на приступы слабости. В конце концов, артист стал анализ на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Результат шокировал. Тест был положительным. После этого его доставили в красную зону инфекционного центра. Врачи оценивают состояние популярного исполнителя как средне-тяжелое и оказывают ему необходимую помощь. Так, в популярном проекте «Голос 60 плюс» Леонтьев выступил в компании Стаса Намина, Лаймы Вайкуле и Олега Газманова. Между съемками артист с удовольствием общался с коллегами по шоу-бизнесу. Звездная делегация шоу в полном составе даже побывала в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Там известная чета приняла их в своем роскошном особняке в деревне Грязь. После ужина Примадонна и супруг развлекали гостей разговорами в каминном зале. После окончания всех съемок артист решил остаться в России. Он планировал возобновить свое юбилейное шоу «Я вернусь по городам страны». Певец был вынужден прервать его на длительное время из-за угрозы COVID-19. Леонтьев старается оставаться в хорошей форме. Ранее он побывал на международном фестивале Игоря Крутого «Новая волна» в Сочи. Стоит отметить, что рядом с Леонтьевым находится его давняя верная спутница жизни. С Людмилой Исакович он вместе уже почти 50 лет. Пара зарегистрировала отношения в 1998 году. Детей у супругов нет. Они ведут уединенную жизнь в просторном доме в Майами. Но эту информацию отрицает директор Леонтьева. Борис Чигирев в беседе с корреспондентом Стархита заявил, что 72-летний Валерий Яковлевич находится у себя дома. У него нет коронавируса. ПЦР-тесты отрицательные. После того, как закончились съемки телепроекта «Голос 60 плюс», исполнитель хита Казанова проводит время в апартаментах в центре Москвы. Напомним недавно, 72-летний Леонтьев поделился впечатлениями съемок шоу «Голос 60 плюс». Так артист признался, что трепетно относился ко всем участникам шоу. Певцу даже жаль, что по правилам он не может ко всем поворачиваться. Для меня история не веселая, я слишком серьезно к этому отношусь, очень сопереживаю. Мне тяжело отказывать говорить «нет» людям, которые пришли не прорваться в профессию. Они же просто хотят исполнить давнюю мечту, хотят, чтобы внуки, дети их по телевизору увидели. А приходится говорить «нет». Мы же резнодействуем. Поделился исполнитель в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.